здравствуйте я всех приветствую сегодня и хочу поговорить немного о вот таком замечательном растении как замиакулькас замиакулькас вообще-то у нас из тропической африки листочки такие прям у него мощные очень красивый это у меня молодой ему наверное сколько нового года полтора может два растет до метра в высоту мощные чем старше вот эти у него листья вот это называется лист не ветка а лист чем старше тем у него мощнее вот здесь становится утолщение внизу и пятнистенький но вот такими как пятнышками прям будет вообще сейчас сейчас появился еще черный замиакулькас но у меня его к сожалению нет хотелось бы но у меня его нет вообще хотелось бы про черный замиакулькас я услышала наверно года полтора может назад может года два от силы а вообще замиакулькас вот в насколько я знаю в россии в 2007 году мне кажется у нас стал появляться в продаже вообще он давно известен но в продаже вот относительно не так давно стал появляться то есть ну лет десять может двенадцать так вообще про детский сад вот этот вот пойдет речь сегодня смотрите хочу рассказать как размножать замиакулькас вот смотрите получается вот такая ветка можно каждый листочек отщипываете и садите отщипываете и садите через примерно но месяцев 7-9 нарастает там картошечка картошечка нарастает растет он не быстро получается вот этим у меня года полтора вот один уже побольше подрос я вам хочу просто выкопать один и показать пересаживать я их сейчас не буду никуда просто хочу показать сейчас вот этот выкопну вот смотрите вот видите у него за полтора года вот такая картошечка выросла это ну не совсем быстро так скажем ну и немедленно нормально у кого-то может за 9 месяцев вот такая вот вырастет картошка у кого-то два года кота полтора у меня получилось я их навтыкала сначала просто вот под рассадный ящик под рассаду навтыкала в этот ящик надо было не трогать но он был длинный мне не понравилось его что он стоит на подоконнике неудобно я пересадила вот в такую емкость небольшую это из подмороженного такой контейнер сюда пересадила их то есть у них рост маленько затормозился если бы я не пересаживал может быть да где-то в течение года уже бы вот такие были ну получается вот за полтора года у меня выросли вот такие картошечки это получается я не самый большой взяла вот у этого конечно будет больше у них также получается вот лист вырос вот допустим маленький он был подрос малюсенькая стрелочка появляется рядом и потом развивается вот этот вот я там дальше покажу вам в конце вставку сделаю кадрики сколько он рос у меня есть фотографии делала посмотрим как он рос вообще по уходу несложный совершенно неприхотливый замиакулькас единственное нужно знать основные правила он из тропиков из жары любит жару перелив не любит вообще вот этот я посадила смотрите горшок вот такой вот как ну как с автополивом можно сказать там внизу решеточка насыпан у меня дренаж то есть насыпан дренаж посажен в обычную землю можно перлить добавить разрыхлить немножечко это будет лучше что еще хотела сказать про них перелив не любит совершенно лучше его не полить он будет накапливать в своих картошинах вот в этих вот в этих утолщениях и в картошинах будет накапливать влагу то есть он приспособлен к такой системе что засуха когда он питается своими запасами а если переливать вот вы видите у него картошка мощная а корни сами вот эти я бы не сказала что особенно у молодых они тонюсенькие потом да они могут быть толще утолщаются конечно но очень много мочковатых корней они сгнивать моментально переливать нельзя его у меня был опыт так скажем печальный вот 2007 году как раз когда в тот год или может год вперед шестом году появился замиокулькас у нас городе у меня работала подруга в магазине им когда приходит товар магазин я прихожу помню к нему у меня такая радость была мне всегда было интересно посмотреть что нового пришло какие цветы которых я вообще не видела ну вот замиокулькас один из них получилось раз получали посылку огромные коробки приходили в магазин и они их распаковывали прям там у одного замиокулькаса отломилась вот так вот макушечка мне марина говорит ну забирай хочешь раз а он стоил тогда что-то недешево она мне подарила эту макушечку говорит как раз как ты мечтала вот в таком цветке вот тебе подарочек все посадила его но я его посадила в горшок большего размера то есть горшок был вот так наверное и больше гораздо это моя первая ошибка он любит тесный горшок вот этот маленький если сейчас садить то нужно посадить допустим в пластиковый стаканчик в маленький он любит тесную посуду посадить если вот сейчас в тесную посуду его он получается разрастаются корни он касается стенок и тогда начинает уже в мощь у него идти вверх вот здесь у меня получается ну тут волей-неволей детский сад тоже вот он высоковат сейчас буду когда рассаживать каждый отдельно он тоже для этого места надо куча мне их столько и не надо я дочери один отдам ну или не один она посажу несколько в один горшок буду сразу садись по несколько вот допустим вот на такой горшочек но это вот для такого очень большой вот маленькие такие горшки будут допустим по три садить тогда они быстрее будут набирать силу разрастаться быстрее будут получается садите в маленький горшок он подрастает окреп начал расти вверх начали картошки развиваться и садить лучше в пластиковую посуду потому что керамическая вы сразу не поймете это кто уже очень опытные тогда да там уже видно по состоянию по всему а для новичков я советую лучше садить в пластик потому что когда вы увидите внутри все разрастется пластик начнет деформироваться это первый признак пересадки замя кулькаса когда ему стало тесно его нужно пересадить в чуть больше горшок не писать просто перевалку делать то есть вы его помяли немножко вытащили аккуратно на побольше горшок там положили дренаж чуть-чуть земли засыпали его вытащили поставили и по бокам земли добавили вот такая перевалка это допустим первая перевалка через год еще такая перевалка можно через когда он будет года три допустим 4 это делать можно гораздо реже уже раз в пять лет допустим это нормально ну вот наверное все что я хотела про него сказать растение очень красивая но тут у меня к сожалению вот как про которой говорила в седьмом в 2007 году подарили мне он у меня вырос больше горшок был сбилась началась рассказывать и сбилась горшок был гораздо больше я его посадила и он у меня не растет он у меня и не цвет не меняется не вянет не развивается но стоит на месте как замер я прихожу спрашиваю магазине там у своей знакомой она говорит да ты конечно посадила большой горшок этого не надо было делать тебе не сказала надо было сказать ну а я откуда знала посадила думаю просторный хороший горшок он так у меня и сидел там она говорит сейчас ты его не трогай вот сейчас он будет у тебя сидеть долго 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 может год не будет двигаться с места но зато потом когда нарастут вот такие большие клубни уже внутри он у тебя попрет вверх большими листьями вот этими и да у меня были листья сантиметров на на по 60 было огромных 5 или 6 листов выросла он я стоял в зале на полу перед телевизором все прекрасно рос нормально и видать потом я его перелила глиняный был горшок обычный наверное ему много было влаги и он начал как-то как дрябнуть понемножку я посчитал верх то сухой него я посчитала что я его мало поливаю начала наоборот поливать больше а надо было прекратить полив короче я его сгубила начал первый лист у него вот у него получается смотрите вот как отделение такое потом когда будет потом когда будет совсем крупный лист большой вот здесь появится такая как перемычка и листья когда уже совсем старые они отмирают по вот эту перемычку как раз и у меня получилось один лист вот по эту перемычку и отпал пожелтел пожелтел прям и отпал постепенно не сразу прям постепенно потом следующий следующий и когда я выкопала полностью уже остались одни пеньки да там были такие мягкие прям водянистые картофельны все мне его не удалось спасти но потом мне дали несколько листочков вот таких и я насадила вот этих вот себе детский сад этот посадила все у меня теперь разрастается понемножку потом буду когда пересаживать обязательно сниму покажу как все это происходит покажу вот этот какой станет со временем как разрастется вот такое видео получилось может кому-то покажется длинным но я постаралась поподробнее рассказать чтобы не было такого как у меня получилось с предыдущим замиокулькасом очень было жалко какой он был красивый вы бы видели и мне его очень было жалко терять вот поэтому так подробно вам рассказала все до скорых встреч не будем надолго прощаться всем до свидания и жду вас всегда на своем канале приходите кому понравилось оставайтесь со мной подписывайтесь ставьте лайки чтобы другие видели все всем до свидания и спасибо что пришли посмотрели спасибо за просмотр! Продолжение следует...